вчера вечером нас здесь недалеко от батуми хорошенечко тряхануло это было в моей жизни второе землетрясение я вам признаюсь честно было очень страшно но во всем по порядку привет друзья и случайно зашедшие я странный дядька вы у меня на канале вчера вечером где-то в районе восьми часов вечера прям дом весь ощутить ощутимо качнула мне даже не качнула из стороны в сторону а он как будто бы подпрыгнул так знаете и все был вот один такой толчок но довольно сильный этим ничего не попадало в полок ничего нигде не завалилось ну люстра разве что немножечко стала качаться а страшно было всего из прежде всего из-за контекста нужно совершенно недавно было ужасное землетрясение в турции в сирии тут а мы в общем по большому счету от этого всего не очень далеко будем так говорить в общем то вот на все на фоне всех этих новостей ну и плюс потому что это было не первое в моей жизни землетрясение первый раз у меня был по моему в 2005 там наверное году ночь короче очень давно на кипре тогда поскольку это был первый раз я вообще не понимал что происходит вы тогда я помню сидели в отеле по моему на третьем этаже и вдруг все начало раскачиваться там по моему толкало даже сильнее чем здесь сейчас потому что прям там посуда зазвенела лампы начали тряслись и продолжалось это все так довольно длительное время наверное может быть секунд 5 там 10 но поскольку тогда был первый раз я не понимал что происходит посмотрел по сторонам выглядел наружу а наружу там персонал отеля начал бегать чуток кричать плюс постояльцы что-то начали суетиться я стоял и не понимал что происходит и в общем то был не было страшно я думал а что такое то все они все забегали и только потом потом когда там через какое-то время мне объяснили что это было землетрясение но я поскольку не знал в общем то и страшно мне не было и я даже не испугался и даже постфактум потом никак мне не это дело не похолодело а вот вчера признаюсь честно мне не стыдно признаться наверное потому что любой бы испугался прям я реально сикнул поэтому было очень страшно потому что вот я сразу же мгновенно понял что это такое и что происходит и на фоне того что вот совсем недавно были такие события чтобы после этого еще была куча автошоков там тряхнул тут тряхнула там толкнула ну а мы здесь в таком в горном регионе вон у нас там горы вон там горы все вот это вот ну и учитывая так сказать некоторые особенно гости грузинской застройки вы чем так говорить прям похолодело в затылке очень сильно первое было желание вскочить и побежать куда-нибудь на улицу или что-то там но об другой стороны куда бежать темно я уже говорил прям хороший дождь шел было очень холодно и ветрено ну и плюс ко всему толкнулся всего один раз и после этого наступила тишина я естественно там открыл вот эти вот сайт есть специальный где-то мониторе за всем этим делом у него же есть приложение на телефоне я естественно все это дело сразу открыл стал смотреть и там буквально уже через какие-то там 10 минут появились сообщения что да действительно недалеко от кабулете недалеко от батуми произошло землетрясение я вам сейчас картинку куда-нибудь в кадре здесь повешу там есть картинка где эпицентр какая магнитуда там было по-моему написано 4,8 балла то есть это вы приводим вроде бы как бы сказать не слишком и сильно но с другой стороны прям нормально и чувствительно и получается что от нас до эпицентра этой точки там тоже написано по моему на скриншоте было что-то около 40 километров то есть мы были довольно близко к эпицентру на самом деле то есть у нас тряхнуло тоже прям по-нормальному и прям вот до сих пор честно говоря немножечко так это как-то а вот где-то там вот такой точит в затылке червячок сомнений по поводу были а может быть надо куда-то там что-то поехать это сделать что-то еще ум то ты понимаешь что в общем ничего страшного особо не произошло и не произойдет вряд ли будет трясти дальше и сильнее тем более что самое такое вот событие уже произошло фиг его знает конечно человечество не очень еще научилась предсказывать землетрясение в дух его может еще будет но с другой стороны а куда делаться мы получается даже здесь в своем гонио были дальше например от эпицентра чем сам город батуми в батуми там здание по 25 по 30 этажей даже наверно по 50 по моему есть ну и представьте кого это ощущалось где-то на 50 этаже тем более что это была не ночь а это произошло вечером я не знаю было там батуми паника не было я честно говоря в новости не вчера не смотрел не сегодня смотрят вы кстати можете посмотреть новостях может быть там все уже изложено как чё и почему потом в комментариях напишите мне что ты стану ли дядька обманываешь нас на самом деле все было по-другому ну в общем не хотел бы я вчера вечером где-нибудь быть на 30 этаже многоэтажки недалеко от центра батуми тем более что получается что центр батуми суде вот по той карте гораздо ближе был к эпицентру чем я в общем вот такое вот видео хотел с вами поделиться вторым в моей жизни землетрясением спасибо что досмотрели до конца спасибо за лайк пишите комментарий попадали ли вы когда-нибудь под землетрясения или никогда не ощущали таких эмоций искренне вам желаю никогда такого и не ощущать потому что ну его нафиг счастья вам здоровья любви терпения на сегодня пока с вами был странный дядька приходите еще